Меня зовут Олена Алексеевна Денисенко. Я родилась в Днепропетровске 13 июля 1984 года и переехала где-то в 5 классе в город Севастополь после распада союза. И 25 августа 1999 года мы с приехали в Америку. И я американка, у меня американское гражданство с 2009 года. После захвата Крыма я была в 2014 году в Крыму с мамой. Мы прибили себе визы, чтобы нас квартиру в Севастополе не забрали, потому что когда все говорили, что русских войск в Крыму нет, я была в Севастополе, я наблюдала все машины и все траки, которые прокачивались со всеми людьми. Я поговорила со своим другом из Днепропетровска, сказала, что в Крыму действительно людей сейчас захватывают. Просто приходят на квартиры, захватывают квартиры и все захватывают. И такая история была, что Крым за день взяли. И я просто, я не верю, я не верю в такие вот истории. Мне это очень сложно в голову засесть, чтобы мне сказать, что даже инопланетяне существуют, понимаете? Я в это не верю. У меня образование из Университета, я начинала как медработник, потом я работала переводчицей и была саб-контрактором на Secret Service FBI Immigration Customs Enforcement в Америке. То есть это мое единственное, единственное, что меня связывает с американским правительством. И свое гражданство я получала в 2009 году. И после этого, в 2009 году, это первый раз, когда я вернулась на Украину и потом в Крым. То есть после 10 лет в Америке. И оставила свою переводческую работу, потому что моя мама замужем-завчанином, я его папой называю, и я подняла его конфетный бизнес, помогла ему поднять конфетный бизнес, где он сейчас находится. То есть мы хорошо стоим в Америке, но теперь родители мои думают, что я не могу работать, я не могу концентрироваться на работе абсолютно. И мои родители думают, что у меня что-то с головой случилось. После моей поездки в Крым. Я была в Крыму где-то 3 месяца назад. Приехала привезти деньги своей подружке. Она плавала на кораблях, у нее счет был в Банке Америки. Она его закрыть не могла из-за всех санкций, которые в Крыму. Она приехала каким-то макаром по украинскому паспорту. У нее была открыта виза до сих пор в Америку. Она приехала в Майами. У меня родители в Майами живут. И мы, значит, все вместе сняли ее деньги, но она уехала. Мы договорились, что я деньги обратно привезу. Там 7 тысяч чем-то было на ее счету. И вот 3 месяца назад я приезжала увидеть своего двоюродного брата, привезти ему деньги, может, у меня дядя больной, и вот подружке принести деньги. Я поняла, что всю сумму везти не буду, может, я побоялась. Я чисто побоялась, потому что в Крыму никакой банковской системы сейчас нет. Это все наличка для людей, которые из Америки приезжают. То есть ты приезжаешь с долларами, ты все обмениваешь. Это все, что у тебя есть. Ты не можешь деньги с кредитной карточки взять, там кредитные карточки не котируются. Я помню, я в банке когда-то снимала там что-то со своей дебет-карточки, но я не помню, если там работает или нет. Ну вот. И я сказала своей подружке, все, забронировала билет, приезжаю. И всего лишь на неделю. Она говорит, ну хорошо, приезжай и поедем, короче, в Судак. Я в Судаке никогда не была. Я думаю, ну подружка хочет приятное сделать, потому что, когда она в Майами была, я оплатила это визит в Мексику там на пару дней. Мы там 4 дня в Мексике были. И ей вакейшн, ну отдых ей устроила. Потому что она волновалась из-за денег. Вот. Я приезжаю, и я хочу, чтобы еще одна подружка детства с нами поехала. И она на полицию работает в Ленинском, в Севастополе. Она там капитан полиции. Ну и моя подружка, и ее подруга, которую я уже знаю. от своих приездов. Они там вспылились, не хотели, чтобы моя подруга приезжала с нами. Я сказала, ну хорошо, но если, ну моя подруга Таня, что если она найдет что-то себе, пусть приезжает. Потому что у меня как раз отпуск просто так получилось. Я в последний момент ей позвонила, что я приезжаю. Я 2 года не была в Крыму. Вот. И, значит, первую ночь мы там в клуб пошли, хорошо погуляли. И мы были в гостинице. Останавливались. У меня там информация есть, название гостиницы в Судаке. Это как мотель, это гостиница, она просто вот так вот. Там комнаты на улице. И мы туда приезжаем, и там какой-то мужчина из Краснодара сидит бухой, сам с собой разговаривает. И он начал орать на нас, что мы типа работы потеряем из-за него все. Ему жена по морде дала. Он через комнату от нас был. И я этого всего не понимала. Думаю, ну набухался, короче, наш, ну ладно, что мне. Вот. И девочки почему-то меня пушили и пушили, чтобы я купила себе симку для своего телефона. Два года назад, когда я была в Крыму, когда я симку поставила в свой телефон, у меня телефон полностью был заблокирован. И у меня Google телефона, у мамы iPhone. И мамин телефон абсолютно уничтожили все ее контакты в iPhone в Крыму. Потому что они идут через Краснодарский спутник, как я уже теперь поняла. Вот. И когда моя подружка приехала, две девчонки обозлились на меня. Они раньше шли с нашего обеда. Я подружку, ну, завезла домой. Она в другую гостиницу 10 минут от нас была. Мы на автобусе приехали. И в этот следующий день мы пошли на пляж. Выпили пару напитков. Мне плохо стало от жары там и всего. Ну, я вернулась домой, выгуляла их собачку. Там у нас, ну, дом, гостиница, там собачка у них была. И легла под кондишку, что мозги у меня обратно встали. И две бабы, короче, возвращаются с пляжа и начинают на меня кнать из-за кондишки. И я им спросила, чтобы меня оставили в покое. Потом они продолжали на меня орать. Ну, неплохо я сказала. Знаете что, не привозите песок на пляж. Потому что я жила в Майами-Бич. И я живу в Мичигане. Я резидент Мичигана. И она видела, какие пляжи в Майами. И я поехала, как хорошая подруга на нашем автобусе с ними. Вот. Позже этой ночи моя подружка приезжает, которая полицейская. Ну, слышу, что она их уговаривает, чтобы девочки попустились. И что я им дорогие подарки привезла. Там, правда, очки привезла им, всякое такое. И мы с подружкой идем на обед. Я выпила там мохито и все. То есть никто не бухал. Я вернулась в свою комнату. Поговорила со своим парнем по-английски. Меня услышали. Я раньше с подружкой там тоже по-английски разговаривала из Америки. И пошла на Facebook, что-то заснуть не могу. И я слышу, что мужчина, я так подозреваю, что мужчина, который через комнату от нас был, звонит. Я не знаю, кому он звонил. Ну, и начинает говорить, что у меня 40 тысяч с собой в сумке. И что я раздаю, что у меня такие подарки дорогие покупаю, что типа я незаконно привезла деньги в Крым, в Россию. И что я незаконными способами зарабатываю деньги, скорее всего. И на другой линии я слышу ответ. Что знаете, что я думаю, что девушка деньги зарабатывает нормальную печаль, но никому не говорите, что вы нам позвонили. Где-то через полчаса я слышу разговор между этим человеком и его женой, и люди, которые приехали. И жена начинает срываться, говорит, кто она такая. Говорит, короче, по-английски в России. И начинают они орать, что я незаконно деньги провезла. И я слышу, что они ролики играют наших разговоров. И как мы с подружками посрали, что собачка ко мне больше не подходит, короче. И когда они разозлились, они просто собачку от меня отзывали, чтобы я собачку не гладила. И я думала, что по голосам я поняла, что там человека три. Это было после двенадцати ночи. И я слышала, что они разговаривают между собой. И я так поняла, что главное им говорить, ну не заходите, короче, туда, потому что девушка, скорее всего, из Америки. И я понимаю, что это было записано на видео, потому что один из них говорит, что даже потому что сказали, что мы зайдём и будем деньги искать. И я так поняла, главное говорить, что а если денег нет, что вы будете с этим делать? Там ещё две бабы, кроме неё. Мне говорят, ну, посмотрите на её бусинки. Это было слово использовано, бусинки. Это у меня, у меня, я всегда ношу у меня две цепочки, они золотые. Золотые у меня сапфир и булавочка у меня из белого золота маленькая, с маленькими бриллиантиками и ракушкой из Барселоны. В Барселоне была, как это, полтора года назад. С друзьями, на память себе нашла. И они, когда они решали, заходить или не заходить, я сижу на интернете, потому что я подключена к их вай-фаю в гостинице. И я ищу информацию про американское посольство, что мне делать, потому что я понимаю, что меня будут грабить. Я поднимаю девочек и ещё об этом говорю, девочки, знаете, нас будут грабить. Я в трусах была, это в майке, одеваю штаны наизнанок, потому что наизнанку там, ну, как, я свет не включала. И они мне говорят, короче, ты ненормальная, иди спать. Они решают, решают, заходить или нет, звонят главному. Они говорят, ну, типа, я не помню, если они сказали капитану звонить или кому, но они сказали, ну, звоните, и, короче, такие деньги замешаны, то есть мы не можем не заходить. Потом они возвращаются, они решают, что это я где-то два часа лежала в постели, и не под дверью сидела, а просто я свою кровать подвинула под кондишку, которая на стене висела. И когда они, ну, перед тем, как они решают заходить, мне подружка из Америки смс присылала. Я ей написала, где я нахожусь, с кем я нахожусь, в каком я отеле, и я ей говорю, что если от меня через 24 часа не услышишь вечером, звони в американское посольство и говори, что меня взяли. И когда они, наконец-то, решаются заходить, я пишу своей подружке на фейсбуке, которая, капитан полиции в Ленинском, я, короче, приезжаю, забираю меня, потому что меня менты будут крабить. Я думаю, что это менты, но я не подумала, что это, скорее всего, федералы российские будут приезжать. Вот. И подружка мне не отвечает. И я понимаю, что они сейчас будут заходить, и я ей звоню. И я шепотами говорю, что Танька, короче, приезжай, меня будут крабить. И они слышат, и они, ну, за дверью, они меня слышат, и они оруют, что она все, она слышала, у нее тонкий слух. Я таким словом никогда в жизни не пользуюсь, что у меня тонкий слух, потому что я уже переводчиком не работаю 10 лет. То есть я с мамой по-украински говорю, я по-русски вообще не разговариваю практически. Вот. Вот. С таким словом я бы не пользовалась. И они это услышали, и девчонки встали. И они говорят, Лена, ты, короче, с ума сошла. Одна идет, которая ей деньги принесла, она распахнула дверь, она говорит, видишь, там никого нет. И я ору. Говорю, что я, короче, написала посольство, и что они стоят на ступеньках. Ну, там где-то 6 комнат от нас, или 7 комнат от этой ступеньки. И я пыталась дверь на замок закрыть, и не могу закрыть ее. Вот. И они говорят, ну, и девчонки говорят, короче, ты с ума сошла, там никого нет. Поопустись, Лена, там ничего нет. И я говорю, вы понимаете, меня ограбят. Они говорят, а у нас нечего брать, понимаешь? То есть это тебя ограбят. И они, ну, поворачиваются, ложатся спать, когда Танька ко мне должна ехать и забирать меня. И я девчонке говорю, которая, думаю, нормально, они, которая моя подружка, говорю, ты понимаешь, а куда мне деньги спят? Потому что у меня наличные с собой были. Просто так получилось, у меня карманчик в сумке есть, где наличные не видно. Она говорит, ну, спрячь, типа, под матрас. И я слышала, как они будут это перевороть, под матрас это первое место тебя не будут искать. Я, в конце концов, нашла место в своем рюкзаке спрятать деньги в середине Purell wipes, это антибактериальные, это салфетки, чтобы если меня будут это, если будут деньги искать, то чтобы их не нашли. И они говорят, Таньки, что вот, Таня, не приезжай, короче, это Лена с ума сходит. Я Таня говорю, Таня, приезжай. Я слышу, что Таня приезжает, эти суки, они ложатся спать. Я просто сижу на кровати, я слышу их разговор. И Таня пытается им говорить, что отпустите, короче, бабу, ничего она никому не сделала, приехала к брату, к подругам. И они говорят, ну, типа, она написала в посольство уже, всякое такое. Таня им говорит, вы понимаете, она американка. И она говорит о своем любовнике, у нее любовник там высоко где-то стоит. И они говорят, ну, вы такая хорошая пара, мы, короче, за вас счастливы. И я понимаю, что мне нужно вступить, и я начинаю ей по Фейсбуке это сообщение отсылать. И я им говорю, что в посольство я никуда не писала, я просто напиздела. И про дверь, когда дверь распахнулась, я не могла ее закрыть. Это вторая девочка встала, короче, типа закрыла дверь. И я дернула дверь. Ну, я видела, что кто-то, короче, вбил заставку. Ну, там, просто какую-то кнопку вбил, чтобы дверь нельзя было закрыть. Очень быстро. И я дернула дверь, и дверь, типа, закрыта была. И вот, ну, Танька с ними, опять же, ну, возвращаясь к тому, что когда Танька приехала, Танька с ними разговаривает, пытается, пытается им объяснить. Они говорят, ну, хорошо, она предприниматель, она законно деньги зарабатывает. А почему она, как они сюда приехали? Это они говорят, на автобусе приехали. Они говорят, ну, почему предпринимательница на нашем автобусе приехала? Я им отвечаю. Ну, английским алфавитом, так же, как я вам писала. Что это не была моя идея романтики приехать в судак. Это девчонки, этих сук, которые на меня разозлились ни из-за чего. И что я испугалась автобуса. Ну, слышишь, что они молчат. Я говорю, ну, испугалась, потому что тормоза на автобусе не тормозили. Ну, это наш старый советский автобус был. Вот. В любой момент он мог бы просто развалиться и не останавливался. И после где-то полтора, где-то полтора часа или часа они разговаривали, уже рассвет. И они говорят, ну, Танька пытается откупить меня. Ну, не откупить, а пытается сказать, отпустите ее. Я пытаюсь сказать, отпустите Таньку, потому что они говорят, ну, вы понимаете, где вы живете? И она дает свой адрес, у нее ребенок. Она же, она работает на полицию. И ей угрожают, я это слышу. И я сказала, ну, короче, отпустите. Я говорю, я вас с Богом отпускаю. Отпустите меня с Богом. У меня брат в таможне, мой двородный брат. Никому ничего не будет, просто отпустите меня. Они говорят, ну, вот, короче, эти бабушки, наверное, они же тоже нас услышали, я не знаю, что происходит. Я им отвечаю по фейсбуке, я говорю, вы понимаете, что они думают, что сумасшедшие. Дайте Таньке, чтобы Танька зашла меня, просто взяла, мы уедем без всякого. И я скажу бабам, что извините, короче, я не спала, я плохо сплю, и что мне показалось. Ну, после того, как я это сказала, Танька просто распахивает дверь. Дверь, которая должна была закрыта, на замок быть. Которую я дернула, и которая выглядела закрытой полностью. Я говорю, абсолютно была трезвая. Без всяких таблеток, без наркотиков, без ничего. Мы с Танькой едем домой, к ней на радиогорку. И я пытаюсь ей вопросы задавать, и она, мы телефон оставили в машине, в машине, и я говорю, Таня, говорю, ну поговори со мной об этом, что произошло. Она говорит, знаешь что, Лена, возможно, что-то было, возможно, ничего не было. Я тогда понимаю, что, скорее всего, Таня должна меня в аэропорт отвезти, потому что меня с аэропорта будут брать. Приезжаю к Танке домой, у меня три дня остается, в Севастополе. Мой брат ее тоже знает, мы с детского сада дружим. То есть я постоянно в Севастополь приезжала к своему брату, маленькая была. Вот, и мы с Танкой сдружились, ее мама дружила с моей тетей, которая умерла. И вот брат пришел к ней, мы, короче, там все набухались, в ту же ночь, когда мы приехали, я уставшая была, пошла спать. И я слышу голоса по всему дому. Я слышу голоса, у нее приехала Танькина какая-то родственница с Донецка или с Донбасса, я не помню, откуда она была. И, ну, они продолжают говорить, я слышу, что Танька записала этот разговор с ментами или с федералами, с кем-то был, и ее папочка, ну, отчим, потому что ее отца убили, когда она маленькая была. И мама никогда не расписалась со своим, со своим бойфрендом, ну, это как, это, они уже не знают, сколько уже лет живут, то есть, союза, скорее всего, или с распада союза. Вот, и он мне говорит, нахуй тебе Лена нужна, ты ее сколько лет не видела, может, я с Танькой мы, ну, я Таньку нашла, это два года назад, я ее первый раз увидела, вот, за много-много лет. Ты понимаешь, что у тебя работа, тебя убьют, и ее убьют в аэропорту. То есть, заткнись, ничего не говори. И Танька, я слышу, что Танька пытается меня спасти, она говорит, что у Ленки денег нет. Я ей показала, куда я деньги спрятала для своего брата, отдала все деньги брату, дала ей, там, столько-то сотен долларов, за то, что она мне помогла, там, и всем подарки навезла. И все три дня я слышу голоса в доме. И я этого не понимаю. Потом дело доходит до аэропорта, значит, меня в аэропорт брат отвозит с Танькой. В аэропорту я сижу, и у меня нос забит, ухо забито, то есть я не знаю, что происходит, ничего не пью, опять же. И у меня был билет первого класса на S7, из Симферополя до Москвы. Из Москвы до Лондона, у меня просто обычный билет был, а из Лондона до Филадельфии, у меня первый класс, опять же, был, и из Филадельфии до Майами первый класс. Ну, конфета, весь мир объездила, а? Сколько тебе лет? Мне 35. Слушай, я моложе тебя на 6 лет. Молодец. Спасибо, спасибо, много работы, но сейчас работать не могу. То есть в этом тоже проблема большая. И вот я папочкин бизнес подняла, и вот мы крутимся по Америке вот так вот, мы привозим конфеты из Восточной Европы. Пошли к теме дальше. К теме, да. Ну вот, к теме, значит, я сижу в аэропорту, я чувствую, что на меня люди смотрят, и я слышу что-то, не знаю, что я слышу. И, типа, люди начинают просто уходить, которые на меня смотрели. Я сижу, типа, смотрю на свои часы, я понимаю, что меня будут забирать, и я смотрю на часы, думаю, сколько вас, одну меня взять будет, то есть сколько человек, потому что все приходили в этот зал, на меня смотрели и уходили. Я сажусь на самолет, думаю, все, хорошо, отлично, я отдыхаю, никто ко мне не пристанет, опять же, ничего не пью. И я вижу некоторые люди из этого зала, где на меня смотрели, это не возле нашего гейта, то есть не возле нашей посадки, где они на меня пялились. Я замечаю, что они на самолет заходят. Ну, я на всех не смотрю, я просто думаю, все, я, короче, выиграла. Я выиграла, что я могу уехать, все хорошо, без проблем. Прилетаю в Москву, и я начинаю слышать, я выпила антибиотик, у меня уши все пробило, все нормально. Прилетаю в Москву, и я слышу, люди вокруг меня разговаривают, и я не могу понять, откуда. Потому что никогда никакие прослушивающиеся устройства, когда я перевозчиком работала, ничего не видела, никуда в жизни. Ну, когда у меня, когда мои дела с правительством были. И я думаю, что люди, короче, меня где-то преследуют, или у меня что-то в телефоне. Понимаете? Я абсолютно не понимаю, что, как. И вот, я не туда шла, потому что я в лаунч шла, чтобы просто ото всех спрятаться. Я поняла, что если я иду в лаунч, то, ну, как, шансов, чтобы меня взять, очень мало. Потому что там немного людей, потому что ночной перелет был. Вот. И я не в ту сторону шла, и меня кто-то направил из голосов в правильную сторону, и что я развернулась, и я прошла. И мне говорят, короче, вот так вот, вот так мы типа с Танькой. Танька тебя, ну, пыталась спасти, и я думаю, что Танька с кем-то связалась наконец-то, что все хорошо прошло. И я им говорю, что у меня телефон с собой есть, американский тоже, гугл, который не работает. Он включился на секунду в Крыму и сдох сразу. И я им говорю, что я, ну, что я отблагодарю всех, короче, и мои родители всех отблагодарят за то, что меня спасли. И я их спрашиваю, где телефон оставить? Они мне говорят, где телефон оставить, а телефон возле гейта не берут. Ну, я просто его оставила в Домодедово. И я сказала, ну, вы видите, где телефон оставил? Я сказала, видят. Ну, вот и все. Я села на самолет, и замечаю все равно некоторые люди за мной едут. Прилетаю в Лондон, и я начинаю бояться. И деталь, которую я не рассказала, я забыла о ней, что я была обручена с агентом Secret Service, University Secret Service. Когда мне было 25 лет, мы расстались. Секретный сервис с чего? Еще раз. Америке. University Secret Service. Он агент. То есть, они защищают президента, защищают дипломатов. Это их, как это их работа. И расследуют, и расследуют финансовые преступления большого масштаба. Вот. И так получилось, что у Таньки дома я вспомнила его номер мобильного телефона. Потому что, когда мы с ним встречались и были обручены, у меня обычный телефон был, а не смартфон. И я ему отослала сообщение, что вот так вот и так, я была в Судаке, и что меня пытались ограбить, и что меня будут в аэропорт везти. Я ему выслала скриншоты, фотографии своих билетов. И я ему говорю, короче, если я тебе из Лондона не позвоню, значит, иди за ними и всеми. И я сказала, защищай моих друзей, защищай моего брата, защищай мою семью, но иди за ними. И он мне отвечает, он говорит, как звали нашего кота. Cat, секса не имеет по-английски. И у нас кот был, ну как, его кастрировали, кошка, стало его имя кошка. Кошка до сих пор у моего бывшего. И мы с ним не разговаривали уже лет семь. То есть, он мне ответил ниоткуда, сразу же. И он позвонил моим родителям, рассказал моим родителям, что происходит. Мои родители хотели в Москву ехать. Я им сказала, никуда не едьте, сразу удалилась со своего телефона в своем мышце. Я слышала, что за мной наблюдали. Я слышала голоса по всему дому. Я не могла понять, что прослушивается, что не прослушивается у танки. И вот, когда я сажусь в троллейбус, который перевозит людей от самолета до терминалов, и я вижу, что все наши там стоят и на меня пялятся, что они меня продолжают угрожать, что они меня зарежут. И я звоню своему бывшему, как я ему говорила, что когда я прилечу в Лондон, что я ему позвоню, и он мне спрашивает, все в порядке, он проснулся в 3 часа утра, и я ему говорю, сейчас не все в порядке, я тебе из Майами позвоню. Вот. Потом я слышу голоса, у меня щиколотка опухает, я подвернула там щиколотку, с дядей в своем персике собирала перед отлетом. Я практически ходить не могу, сажусь на свой самолет в первый класс и вижу, что люди заходят в первый класс, которых я видела, и которые за мной идут. Сижу на самолете, опять же, в первом классе, ни капли алкоголя, я есть, не могу спать, не могу, они мне орут, что... Я думаю, что с телефона мне орут, что они меня зарежут, что они меня прибьют. Сто человека на самолете, который напротив меня сидит, что у него пистолет. И где-то полтора часа до снижения самолета мне, короче, сказали эти голоса, которые я слышу, что меня зарежут. Я снимаю свой carry-on, то есть это маленький чемоданчик, подхожу к сердец и говорю, знаете, говорю, меня федералы российские преследуют Симферополя и пытаются убить. И они на нашем самолете где-то человек 10, это я поняла из голосов. И некоторые из них в первом классе сидят. Она мне сначала не поверила. Я говорю, знаете что, вы можете позвонить, я дала номер телефона своего бывшего, он агент на United States Security Service, вы можете ему позвонить из, я знаю, что они могут связаться с землей из кабины пилота. Я говорю, вы можете ему позвонить и он подтвердит мою историю. Стердесы заходят на некоторое время в кабину к пилоту, потому что у меня первое сидение прямо было не возле кабины, но самое первое, это пассажирское, поблизости к пилоту. и я слышу голос своего бывшего, что он говорит с кем-то, я не знаю с кем, и он говорит по-английски, что по-английски меня Лина зовут, говорит, что Лина это самая умная женщина, с которой когда-либо встречался без образования. Второй голос ему говорит, не, она образование получила, но все равно говорит, я поверить себя не могу, что она 10 террористов с собой привозит из России на борту самолета. Я услышала голос, я говорю, с ним вообще абсолютно не связывалось. 7 лет или 6 лет, это точно, но я помню его голос. И все наши разговоры, которые когда-либо были, эти все разговоры были на обычном телефоне а не на смартфоне. Потому что это было так давно. Вот возвращаемся к моему перелету. Мне говорят, что в Филадельфии со мной будут разговаривать люди. Я попросила, чтобы со мной сидели, потому что я боялась, что меня зарежут, что меня убьют на самолете. приземлились, меня и я абсолютно была никакая, потому что я не спала, практически не ела. Меня встречают два человека, мне все равно сказала, что это security. То есть я не знаю, если они air marshals или кто, я даже не спрашиваю. Я с ними разговариваю, рассказываю свою историю, меня в офис отводят отводят к АИС это Homeland Security. Я рассказываю свою историю, говорю, что у меня что-то в телефоне, что у меня возможно что-то в волосах, забираю какое-то подслушивающе устройство, забирают у меня телефон, проверяют, агент возвращается, говорит, что у нее что-то в телефоне есть, и потом обратно забирает мой телефон. Потом возвращают мне, перерывили свои чемоданы, выкинули мое сало, там какие-то у меня антибиотики были, все посчитали, все мне обратно отдали, и я звоню своему бывшему, и мы бывшие, мне не разрешали из их офиса вообще пользоваться телефоном, я звоню своему бывшему, мой бывший говорит, короче, успокойся, пойди к доктору, возьми какие-то таблетки, и все будет хорошо. Думаю, ну ладно, и потом после разговора мне СДР пришло, мне показали фотографии, я там узнала, я думаю, некоторых людей, но то есть это никуда не пошло, и репорт сделали, все написали, и меня пытаются посадить на самолет, и плохая погода, в Майами домой попасть не могу. И вижу, что люди с моего самолета, те, которые на меня смотрели, которые на мой самолет садились, что они в очередь на Майами идут, на самолет. И меня агенты спрашивают, ТСА, ну, Айс, девушка, ну, а куда вы поедете? Я сижу в Филадельфии, и мой парень из Арлингтона, Вирджинии, он 4 минуты езды на машине от Пентагона и 12 минут от Белого дома. И я ему пишу, говорю, Икар, ты можешь меня забрать, потому что никаких перелетов нет, и я действительно боялась в какой-то гостинице останавливаться, потому что меня убьют. Ну, через пару часов он приехал на машине и меня забрал в свою квартиру. Это была первая ночь, что я нормально поспала, и после этого я постоянно начала голоса слышать. Я постоянно начала думать, что меня кто-то будет стрелять в меня с пятого этажа, он на четвертом этаже живет в апартменах, то есть в квартирах. Я до того дошла, что я холодильник подвинула перед дверью входной, потому что я думала, что кто-то ворвется, нас убьет. И я позвонила в 911, это как 711 у нас в стране. Сказала, что я думаю, что меня убьют, они приехали, я попросила, чтобы меня в больницу отвезли. Я отвезли в больницу, сдала все анализы, то есть у меня никаких наркотиков, ничего не было, у меня никакой истории нет с психологами, то есть у меня все нормально в голове. Сказали, что возможно у меня это PTSD, Post Traumatic Stress то есть что со мной произошло, что меня чуть не ограбили. Мы также сказали, что нужно идти на CAT scan. И на CAT scan я не пошла, потому что уже было где-то 4-5 часов ночи, я не спала 34 часа. я вернулась домой, мне прописали таблетки для сна, я их разделила, я все равно так сильно ходить не могла из-за своей щиколотки, и я начала чувствовать, что в моем теле как будто не знаю, как это объяснить, но какие-то что-то движется в моем теле, и что эти штуки идут на мое сердце, на мою голову, на мои почки. То есть в разных органах моего тела. И я была у Икора, не знаю, сколько у него там была, я выезжала в Нью-Орленс в работе, там, где практически работать не могла. И я думала, что я слышала своего бывшего, своего другого бывшего, я там думала, что моих кастомеров, то есть люди, которые мне конфеты покупают, что и там была Dollar General, Family Dollar, Walgreens, то есть все большие компании, которые на Stock Market Exchange в Нью-Йорке. Это мои кастомеры. И я боюсь, что вся эта информация куда-то идет, что я записываю или с моего телефона, или с моей сумки. И после того, как я вернулась, тогда у меня начались атаки на мои органы. и так как я ночью не спала, я говорю, что я не пила, когда я дома была, ничего. И я почувствовала, что я увидела какую-то красную сферу, которая спускалась к его окну. И я почувствовала, что эти штуки, которые в моем сердце, что они отмирают. то есть я поняла, что это какой-то магнит. И после этого я видела кучу полицейских вокруг его дома. Я видела агентов, которые были в машине, и у них бронежилеты были, но это были как неофициальные полицейские машины. И я никогда не позвонила СВБР проверить свое дело, потому что я не понимала, что со мной происходит. и мои родители подумают, что я сошла с ума, я им рассказала, что со мной произошло. Потом мои друзья мне верят, поэтому я в Мичигане, потому что я выросла в Мичигане, у меня здесь много контактов. И мой второй бывший, у меня два бывших жениха, и второй бывший жених, он тоже был агентом на Secret Service, теперь он агент на Department of Homeland Security, мы с ним до сих пор разговариваем. и он мне неоткуда просто написал, что он услышал запах моих духов. И в какой-то момент этот бывший, который услышал запах моих духов, он оставил Secret Service на год, чтобы в Афганистан поехать со Special Forces, может, он Marine. и возможно, возможно, он что-то слышит, возможно, его подключили, я не знаю, что это значит, но все голоса, что я слышала, я поняла, что это радио, что это радиоволны, и это первая, вторая, третья волна, и я начала просто свой research, я начала смотреть на интернете, я начала смотреть Ломоносовской библиотеки, и я поняла, что во мне действительно что-то, сначала я подумала, что во мне какое-то открытие, потому что через мое сердце это все проходило, и они рали в моей голове, что вот 400 волн через себя прошло и всякое такое, и я принимала форамисейд, и до сих пор принимаю, чтобы выгонять воду из себя, и я думаю, что это мне помогло, и витамины, это в моей голове опять же, я не знаю, в чем правда или нет, и после этого вот я вернулась в Мичиган, и в Мичигане родители мне сказали, что я правильно не думаю, концентрироваться не могу на работе, и что со мной что-то не так, и вот подружка нашла вас, Андрей, вот моя история, я теперь пытаюсь найти докторов, которые могут найти во мне нано-технологии, которые, думаю, мне говорили, что в ухо мне бросили что-то, вот, и поэтому я поняла, что это все правда, я нашла много статей, где люди, допустим, мальчик был, ну не мальчик, мужчина был 34 года, черный в 2013 году, он обстрелял базу в Техасе, в Форт Уорс, убил 12 людей и убил себя, и он говорил, что кто-то по линиям, это microwave, его пытаются кто-то убить, и он выстрелил в свой патолог, и пуля прошла к соседке, и я самому большому звонила, пока, ну самому первому, пока он не отключил свой номер, я спрашивала его, если, если такое есть, что если пуля может пройти через, через, ну через мой потолок вниз, меня убить, и моего бойфренда Икора, потом я увидела, что у Икора в то время у него кондиционер перестал работать, это в его квартире, потому что в его квартире куча куча дырок в кондиционере, я всех заштопала, у меня там был, у меня там изолента была, у меня было ну всякое такое, чтобы просто это забить, и вот сейчас я в Мичигане, а спойфер там скорее всего буду рвать, потому что он думает, что я тоже с ума сошла, и им ФБР звонила и спрашивала, если у меня все нормально с головой, если у меня какая-то история есть с психических расстройствами, ничего нет, и единственный человек, который меня слушает, это мой бывший жених, это два-три года назад, с которым я была, и они считают, что я ненормальная, и он работает на Департамент информационной безопасности и снова. Вот моя история. Да, я выслышал, скажите, вот это ощущение, которое вы описали, что у вас внутри что-то передвигалось, что это было вообще по ощущению, как вы можете это описать? Это как будто, я не знаю, это чувствовалось как будто, я хочу сказать, глисты, как они говорили, как будто глисты проходили в мое сердце, я слышала, что они говорили, что с правой стороны сердца заходить нельзя, только с левой стороны, и я чувствовала боль, физическую боль от этого, и также чувствовалась физическую боль, потому что это не просто боль была, внедрение, внедрение в мои почки. Я объясню, что это было, это был Tesla Faris, знаете, что такое Tesla Faris? Это микрочастицы, которые, микрочипы, которые при облучении не выстраиваются в цепочку, и они к вам, то есть, встроились микрочипы эти при облучении, они в нас, то есть, везде, каких могла получить, это от напитков каких-то, возможно, по-всякому, их добавляют в булки, в chicken магицы, вовсе, в макдональдс, нельзя. То есть, мы уже накормлены имя, мы уже накормлены. Я могла, да. Но я видела это в Америке, когда я начала это research, сделать, что здесь продаются напитки, просто мне сказали, что у меня золотое сердце. Что такое сердце? Потому что они продолжают, голоса продолжали говорить о сердце, что у меня золотое сердце. Что такое сердце? Голоса могут говорить все, что хочешь. Сердце – это ваше сердце. Ну, понятно. Но они сказали, что у меня золотое сердце. Я видела, что в своем, ну, то, что я все учтевала, что есть эти золотые, есть эти неропартиклс и есть серебряные. Это что такое по-английски вы сказали? Неропартиклс – это частички маленькие, которые вы сказали, что не выстраиваются. Вот. И сказали, ну, я видела, что есть золото, которое не сделано. Там, я не знаю, есть золотое покрытие или что. Или серебряное, я это видела, или алюминием. То есть, вот. И они продолжали говорить, что у меня золотое сердце. То есть, я поняла, что эти частички во мне не золотые. И я думаю, что я слышу их мысли. аварий. И также, почему-то, я действительно слышу, я слышала мысли своего бывшего, самого первого бывшего. Я могла различать мысли между своего самого первого бывшего и с которым я до сих пор разговариваю. Потому что он мне написал неоткуда. И когда я была в Нью-Орленс, у меня я просто начала плакать и чувствовала, что его дочка попала в аварию. И потом он мне написал, я не знаю, через несколько недель он мне просто написал, что моя дочка попала в аварию. И потом я слышала, что типа или девушка моего одного бывшего, или жена моего, потому что мой самый первый бывший, он женат, у него двое детей, потом дочка у него тоже это от жены. И мне сказали эти голоса, что типа она в больнице и она ребенка посетит. И потом только вот недавно мой бывший, который был в Афганистане, он мне написал, говорит, ты знаешь вообще, что у моего брата девочка родилась и она недоношенная. То есть я говорю, что я с ними уже не разговаривала два года со своим бывшим. Это уже возможно полтора года. Это the most recent, который работает на Department of Homeland Security. Я говорю, ты знаешь, что недоношенная девочка родилась и она только родилась на недоношенную больницу. То есть все, что они мне говорили, это все люди, ну конечно же, которых я типа знаю из Крыма. И вот такая вот информация мне в голову шла и она была подтверждена моим бывшим, что действительно такие ситуации происходили и это у меня все на моем смс. Вот. И у меня такой вопрос к вам, Андрей. MRI или CAT scan они могут, они вообще это увидят, что это во мне, что эти particles во мне, что это железо во мне где-то. Кто увидит именно? Ну это MRI это электромагнитные сканы тела. То есть там показывается, если у тебя что-то в теле, если какие-то ткани нарушены. Это в основном, конечно, Это возможно, возможно это обнаружить, ничего делать. По моему мнению, изменения колоссальные будут. И в черепной коробке, с мозгами у людей и так далее. То есть это жесть. Людей не дают просвечивать. Людей не дают просвечивать. Одна знакомая мне рассказывала, когда взяли снимки, то есть ее черепной коробки главного мозга. Врачи эти они анимели, были шокированы и снимки эти ей не отдали. То есть один врач держит снимок и говорит, посмотри, ты когда-нибудь видел такое? То есть там я понял, что ну и она потом рассказала, вот женщина с Италией, она говорит, что эти ребята они стояли у них челюсти отвисли просто от шока. То есть то, что они увидели на МРТ? Вот это я говорю, МРА это МРТ. Понятно, потому что я даже не знаю, как это называется по-русски. Вот, и я не понимаю, почему мне это сделали один и два, как меня могли с этим отпустить в Америку. И потому что я в Америке действительно позвонила, когда ты звонишь самолету, который 40 тысяч фит, то есть как это по-русски, то есть это International Airspace, интернациональное пространство. И это террористическая атака на Америку получается, потому что я на американских авиалиниях была. И когда я позвонила, вернее, когда я попросила стюардессу и пилота позвонить вниз, то это было на борту самолета из Лондона в Америку, американского самолета. Вообще, я такой кретин полный. Знаешь, почему? Почему? Вот сейчас смотрю, рассматриваю фотографии своей женщины и думаю, сколько я раз из-за этих ублюдков с ней ругался, сколько конфликтов было всего этого. Я такой кретин. Это просто жесть. Что я только не говорил. Вот что они делают с семьями, вот что они делают с людьми. с семьями, с людьми, да, это постоянно. И я думаю, что, потому что я смотрела, что разные волны, что разные, ну, как, получается, разные, ну, разное с тобой происходит, короче. И я думаю, что, возможно, что-то все-таки делается, сейчас какие-то там антенны ставят или что, потому что, ну, Крым вооружают же сейчас русские. И это все знаем. И я думаю, что, возможно, для облучения, потому что вы говорили про облучение, что для облучения меня, поэтому эти две суки меня привезли в судак. Потому что я говорю, что в судак мне смысла не было ехать никакого. Да, тебя просто подловили вот эти вот твои подружки, да, получается? Да. Ну вот, их подкупили просто. Сейчас продажные все. Просто знаешь, как это делается, мне кажется? Просто находят информацию, да, о людях, которые выбились в люди где-то, да, которые уехали, да, и которые счастливы. Им главное убить. Особенно ненавидеть славян. Вот ты славяночка, да, украинка. Да, да. Ну вот эти суки тебя взяли на мушку, потому что ты славянка. Да. Вот и все. У меня, у меня, у меня была такая... Извини, я выражусь, если бы ты была какая-нибудь циля, да, циля, еврейка, они бы тебя даже не тронули. А зачем ты им? Ну, понимаете, понимаете, я действительно, во мне еврейская кровь есть. Ну, это неважно. И когда они это понимали, ты же понимаешь. Они говорили, они говорили, короче, ну, если она не еврейка, мы, короче, проверили ее, убивайте ее. Я, я православливая. Такое даже говорили? Да, да, да. Ничего себе. Да, голоса, голоса говорили. Прикинь уже, какое совпадение по поводу этой темы. Просто я людям пытался объяснить по поводу сионизма, что вообще происходит, да, этой темы, что уничтожает всех славян. и тут уже столько случаев нашел вот по поводу, вот, независимо от того, что я говорил, да, столько уже людей сказали по поводу этого, да, что тут присутствует вот именно эта тематика, да, что выбирает людей генетически, вот, именно расу людей. Ну, вот и все. Для них еврейка, это только понимаешь, если бы ты говорил наидиши чисто, у тебя были еврейские корни в двух калинках, понимаешь, а ты же, ты славянка, не еврейка, у тебя просто есть, может быть, иудейская кровь. Может быть, у меня есть иудейская кровь, где-то четыре рода. У всех, да, у всех возможно. Да, и не как делать. Я была в Израиле. Да. Я была в Израиле. Но, понимаешь, это же не значит, это не значит, что от наших же предков мы уже независимы, уже четыре рода этих прошло. Допустим, я духовный человек, я православный, я никого не обманываю, там, не это самое, ну, то есть, я таким родился, я христианин, а что было с моими предками, откуда мне там знать? Я за их грехи молюсь, чтобы, ну, Господь их простил. Но я же, это не значит, что, если во мне даже что-то есть парадословное, я же не значит, что я пойду в синагогу, да, буду с ними, скажу, ребята, я с вами буду обманывать людей на бабки, насиловать, уничтожать всех, и буду вам посылать, на мясо людей, да, ну, как они делают, вот видишь, твои подружки, как с тобой поступили, ну, да, вы понимаете, я была, они же не виноваты, их просто подговорили, а ты сама знаешь, кто, ну, вот и все, ну, 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 вот, понимаете, я была, у меня свадьба, у меня свадьба была иудейская, а, когда, ну, когда я вернулась, то есть, недавно у меня свадьба была, и я слышала, что они орали, что они орали, не, ну, голоса орали, чтобы, чтобы свадьбу не портить, потому что иудейская свадьба. Чтобы что? Свадьбу не портить? Потому что, да, чтобы свадьбу не портить. Потому что это иудейская свадьба. А в каком смысле не портить? Кто? Потому что они мне орали в голову. Они пытались, чтобы я опоздала, чтобы я долгоman слишком собиралась, подарки и всякое такое. И когда я на свадьбе была, я слышала, что они орали, ну, там диджей был, всякое такое, что они орали, чтобы голоса, чтобы другие остановились, потому что это иудейская свадьба. В общем, я по этой теме я тебе хочу сказать, вот этой касательно вот затрону еще эту тематику, что раньше была эта вся гитлеровская Германия, там были какие-то идеологии, была по поводу избранности, там кто-то высшую расу какую-то искал, и мне такое чувство, будто бы вот эти вот все фашисты распределились сейчас по всему миру, да, по службам по этим, после Нюрнбергского суда, и они сидят в тайну, вот тайно пытают людей сейчас убивать, просто с помощью технологий, вот и все. Они выбирают, кому сейчас жить, кому нет, вот и все. Не знаю, правда ли это, но... Я говорю, возможно, это правда, а как от этого избавиться? От этого избавиться можно только, чтобы они нажали кнопочку стоп, и все. Мне кажется, только так. Я так и поняла. Ну, ты же не можешь перестать есть, да, продукты, которые тебе продают. Или ты... Можно, только надо достать к Кристинину, наверное, да и коровку сама, кушай с земельки продукты, не покупай ГМО продукты, только так, наверное. Ну, все, да, я продукты на ГМО покупаю все. Но, ты же пойми, уже все у нас, у нас нету, как тебе объяснить, мы же не сканеры, мы же, у нас нет таких технологий. Это что, прикинь, ты каждый день домой приходила, я к тебе такой подходил, о, просканирую-ка я тебя, ни хрена ли в тебе нету? Все, ты можешь заходить в дом, все, в тебе нет чипов. Вот у нас же нет такого, да, а как мы можем знать? Никак. Я не знаю. И потому что, и потому что я много летаю, я заметила, что когда в Нью-Орленс я на самолете ехала, у нас такой же body scanner, как во всех аэропортах, и я заметила, что у меня в голове показывался металл. Хренись. Два раза. Ну да, мне... Два раза, потому что я... Я обернулась, что это все делала. Перебьюсь, куда? Мне демонстрируют, что ложки магнитятся в голове человека, ну, на голову девушка демонстрировала, там еще есть видео у нас, вот, то, что, да, присутствует что-то, присутствует что-то, что-то внедряет, вот, выстраивается вот это вот, с помощью облучения, вот эта цепочка этих чипов, микрощипов мелких, вот. Я не знаю, металлические там, какие они, я же не знаю. Они все, они все, они все металлические, потому что это то, что я ресерч делала. Я пытаюсь дозвониться, я пытаюсь дозвониться сейчас везде, потому что у нас сейчас везде по поводу Трампа и по поводу Украины. А что с Трампом? А, Трампа хотят это, ну, выкидывать его, как президента, потому что он все решения принимает за Россию. Ничего себе. Да. То есть они против, американцы против этого, да? Да, американцы против этого. Я так думаю, что возможно, потому что Трамп там постоянно был в России, что его закидали, как они говорят, волнами в моей голове, что его закидали. И его сейчас пытаются убрать. Нет, Трамп очень, вы мало не понимаете, Трамп очень мощный сатанист. Ой, он очень богатый. Он был, прошел все шабаши, шабаши сатанинские. Трампа никто не уберет. Его иллюминаты поставили. Понимаешь? Если бы Трамп был кто-нибудь. Возможно, он не будет как Обама, тогда да. А Трампа нет. Но они пытаются, они пытаются сказать, что в Америке здесь, что нашли кучу прослушивающихся устройств, как у нас, типа, на телефонных линиях и все такое. И пытаются обвинять. Трамп начал обвинять Израиль в это, а не Россию. Да, это все ерунда. Обвинение... Это все ерунда. Но я хочу... Да, потому что я позвонила, потому что это теракт называется. Потому что я позвонила на самолете, что это теракт. То есть это... Я могу что-то изменить для нас всех. То есть... Я могу что-то изменить, потому что я позвонила на этот теракт. И мне нужны доказательства, что это во мне. Президенты... И тогда это... Я понял тебя. Я скажу так. Это пойдет на всем странам. Президенты нужны чисто исключительно для манипуляции в изменениях... В изменениях... В изменениях... Внесения изменений в распорядках жизни людей. Ну, то есть обычных... Ну, у нас стран. Ну, да. То есть они все заодно, то есть марионетки. Они просто... С помощью них творятся революции. Вот смотри, мы живем 20 лет, допустим, без изменений, да? Вот мы получили... Получали там, допустим... Ну, я просто приведу пример. 100 долларов, да, в месяц. Ты получала и я. Изменения, а нам добавили 50 долларов через 20 лет. 150 долларов. Ну, да. Вау, уже революция. С книжки, короче, все деньги сняли. Я помню... Советского Союза. Абсолютно помню. Я маленькая была на это все помню. Чтобы была какая-то движуха. И при чем люди, когда получают какие-то изменения, то есть в процессе... Они не важны, они уже любые примут. Любую революцию примут. Вот так оно и будет с Китаем. И так далее. То есть... Да. Какие-то перемены. Люди ждут перемен, но абсурд в том, что они согласны, соглашаются со всем, что им преподают. Ну, то есть преподносит. Это вообще жесть. Это правда. Но мне... Мне нужны советы, как это во мне найти, как мне доказать докторам в Америке, что это во мне. Только лечь вот в эту вот бра-камера такая, которая сканирует все тело. Только так. На обследование. Если у тебя есть врач личный, который тебе скажет, Лена, я тебе помогу. Я просканирую, точно дам тебе анализ, все. Все снимки отдам тебе. Только так. Только вопрос... Да, здесь доктора все снимки, у меня хорошая страховка. Мне все снимки отдадут. То есть в этом не проблема. Главное, смотри, чтобы эти шизики, они не подделали тебе их, а то они могут дать тебе не твое тело. Они любят это делать. Это суки. Я верю. Это суки. Я говорю, когда я была в Арлинтоне, в Арджине, они не поняли, где я была сначала, что я не дома. И я поняла, что они послали людей со мной, потому что я американка. Потому что я действительно предприниматель, чтобы испортить весь мой бизнес. И они сейчас этого добиваются, что я не могу работать. Я сказала всем своим покупателям, когда я была в Нью-Орленс, что меня чуть не ограбили, россияне. И все поверили. Ну ну что? У меня с головой все нормально. То есть в Америке обычно такому не верят. Нигде такому не верят. Потому что это за грани фантастики. Сама методика. Сам случай. Такого не бывает. Только в фильмах такое бывает. Понимаешь? И если, если во мне это найдут, то это найдут вас тоже и во всех людях, с которыми это сейчас происходит. Потому что я позвонила и у меня высокий статус. Это не из-за денег, ни за чем. У меня высокий статус на авиалиниях. Поэтому я летела в первом классе. Интернациональном. И мне после этого дали Global Citizen. Global Citizen Country. Потому что я после этого поехала со своим парнем в Ванкувер, в Канаду. И я продолжала слышать голоса. И я начала ставить это фотографии на контакт. Типа вот, вы нарушаете законы всех разных стран. И я не останавливаюсь. Потому что я докажу это. Я это докажу. Теперь это моя тематика. Потому что они пошли за моей семьей, за моими друзьями, за нашими людьми. Я это докажу. Любыми способами, любыми деньгами, любым всем. Мне все равно. Потому что сейчас как раз разговаривают, я же говорю, у нас по всем новостям Украина, по всем новостям Трамп. И это как раз эта тема. И Крым до сих пор не признали, что это часть России. Россия ни в какой стране. В Америке это не признают? До сих пор? Нет, не признают. До сих пор нет. Крым это Украина. Но официально в России сказано, что... Ну, то есть... Вот... Да, в 2015 году в январе, да. Я поняла, да. Ни в одной стране мира. Передали Россию и Крым. Да. А в Америке что, сказали, что нет? Мы не согласны? Нет. Нет. Америка не согласна, Англия не согласна, ни одна страна. Выходит Путину просто пофигу на все, да? Ну, выходит так. Ну, да. Я так и поняла. Путин делает свою работу. Ну, я так и поняла. А я даже слышал в новостях, знаешь, какую фразу Путин сказал в новостях? Он сказал, мы будем делать то, что нам захочется. Вот так. Что-то типа того. А вот я слышу в своей голове, мы это сделали просто так. Потому что мы это хотим делать. И здесь у нас в разных... в разных документах гласится, что Путин сказал, что он будет расширять свои войска и не на технологию в Россию. И что в 2020 году что это должно... что эта программа будет заканчиваться. То есть в 2020 году это когда мы избираем нового президента. Не Трампа, а нового президента. Вы понимаете? Что-то как раз это подходит в то же самое время. И то, что происходит сейчас тоже в Турции, это... Турция никогда Россию не любила. И вот Трамп вывел войска, потому что Обама оружием курдс. Я не знаю, как это по-русски. Но я знаю, что курдс, что они постоянно страдали от турков, потому что турки им воду перекрывали, они их убивали, потому что они как украинцы. Они как украинцы, короче. Украинцы в России это то же самое, что курдс для Турции. И вот... И ниоткуда, значит, Трамп сказал, мы выводим, короче, наши войска американские из Турции. и курдс, они против Сирии, против террористов Сирии воевали. И вот, и до этого я тоже читала, что были разные, значит, встречи межгосударственные. Была встреча между Путиным, между Китаем и Сирией по поводу того, что они будут делать после того, как он, после того, как Трамп выведет свои войска из Турции. Хорошо. А Трамп сказал просто на Твиттере этом, своем, ниоткуда, что он выводит войска. Это не планировалось. То есть, а как это так, что у них встречи за месяц, то есть у них было где-то, я хочу сказать, что вместе где-то 4 встречи были по поводу этого. Откуда они знали, что Трамп будет выводить свои войска, когда Америка этого не знала? Да все заранее это говорено. Поэтому Трамп это все делает для России. Вот так вот. Ну, я скажу так от себя. У иллюминатов нет России, Америки. У них есть территория просто. Это планета. Вот и все. Они делают там, где им нужно. Я тоже сама говорю. Это все. Ну вот, это правда. Да. И поэтому я прошу, я прошу помощи у всех, кто вникает не на технологию, потому что я понимаю в конфетах, я понимаю в политике, но не на технологии я абсолютно не понимаю. и если во мне это обнаружат, то это обнаружат во всех нас. Слушай, расскажи мне про конфеты. Вот эта вот фабрика Порошенко, Рошен, там действительно что-то было найдено? Как в конфетах. Я не знаю. Я про это абсолютно не знаю. Я разговаривала с ними, я разговаривала с этими людьми, когда они были, где они были, они были в Чикаго. я с ними разговаривала, потому что мы думали помочь Украине, когда это, ну, когда только начались стычки с Крымом. Мы с ними разговаривали, чтобы конфеты у них покупать, но мы передумали, что мы не хотели спонсировать как семья ни Россию, ни Украину. То есть я не знаю про это. Абсолютно не знаю. Но я знаю, что Аленка это советская оказалась на тех встречах, где я была, там, где самые самые элитные компании Америки были. И они оттуда показались неоткуда, потому что я знаю, что у них склада в Америке нет. То есть чтобы делать бизнес с американскими компаниями, нужно иметь склад где-то, чтобы конфеты привозились и нужна постоянная поставка. То есть и Аленка там была, и я всех видела свои эти покупатели, которые приходили, и у них какие-то Аленки были. Я встретила Шурапову до этого, до этого шоу в Нью-Орленс. Я ее встретила, потому что это Шугарпова, это ее компания, которую она продала одному из линд, которая из Швейцарии. И она до сих пор получает деньги с этой компанией, то есть накручивается деньги, потому что она спорксперсен на эту компанию. И Шурапова там была, советская там была, то есть на всех этих встречах. То есть я не знаю, где правда, где нет правды, но то, что это действительно масштабная операция, и что они пытаются въедриться в американские бизнесы и просто испортить мою жизнь и мой бизнес. Потому что у меня бизнес, я в Волгринс бизнес создала, в Family Dollar, Dollar General, Christmas Tree Shops, Bed Bath & Beyond, это громадные корпорации. и это мои клиенты. Они моего отца. И вот, и они пошли за мной, потому что я сейчас не могу работать, не могу концентрироваться ни на чем. Я попросила, чтобы меня подружка выслала мне таблетки для концентрации в DC. Я использовала это посылку моей компанией, Gary J. Verber Company. потому что я была в другом штате Вискансене была с клиентами. И моя посылка вернулась обратно в офис, они открыли, нашли там таблетки, позвонили моему папе, моей маме. короче, ой, Лена сидит короче на таблетках для концентрации что на типа наркоманка. Вот. Это тоже к этому достаточно так хорошо придало к моей ситуации сейчас. И я сдавала все анализы. У меня эти таблетки были, когда я вернулась из России. Это абсолютно нормальные таблетки. Это не наркотики. Это таблетки, которые врач прописывает. для концентрации на меня эти таблетки даже здесь сейчас не помогают сконцентрироваться. То есть я абсолютно не могу работать. И мы теряем миллионы из-за этого. То есть это не только тысячи, миллионы теряем из-за этого. Вот так вот наши жизни рушат. Я не знаю, может еще чем-то дополнишь рассказ или все. История подошла к финалу. Я думаю, что мне нечем сейчас дополнить. Но я прошу всех помощи, кто это слушает. Потому что я знаю, что есть некоторые люди, которые в Америке, которые это слушают. Ваш подкаст, как это называется. Я просто прошу помощи, чтобы сейчас это момент тот, что мы можем действительно что-то сделать, чтобы законы создали, чтобы не пользоваться этой технологией. Только из-за того, что я позвонила на борту самолета. Ставишь свой контакт, короче, Facebook, Одноклассники, там, ВКонтакте, где-то есть, в социальной сети. Я дам этот контакт всем людям, кто с Америки тебя, я думаю, кто услышит, отпишут. Хорошо. Вы можете просто дать мой номер телефона и мое имя. Оставим. этого достаточно просто. Потому что я на контакт не захожу, я опять это открыла просто чтобы следить за теми людьми, которые, я думаю, за мной приехали. Я вижу, что они заходят в сеть в 3 часа утра, в 4 часа утра. То есть я больше чем уверена, что некоторые из них действительно за мной приехали, чтобы меня убить. потому что я своими глазами видела, что опускался какой-то красный свет к моему окну. Я чувствовала, как эти глисты или как их называют, что они умирали в середине моего сердца. Это ужасно. То есть это ясно было, что это какой-то магнит. Это ужасно, да, но это я видела своими глазами. Потому что я не спала. Вот эти частицы чипа, они на видео посмотрят, как это делается. Спасибо тогда за интервью. С вами был я. Спасибо вам, Андрей, огромное. Спасибо за информацию, за интервью. Пожалуйста, контактируйте меня с любой информацией, потому что я сейчас воюю за нас всех, за американцев, за азиатов, за всех, чтобы это остановилось, потому что у нас сейчас есть действительно этот шанс это прекратить из-за того, что я заявила на американском самолете и я гражданка Америки, который летел в Америку. Это у нас сейчас шанс, чтобы это все остановилось. Да, и значит, я тогда завершу этот рассказ. Надеюсь, все услышали посыл. Кто из Америки, отпишите вот Елене и возможно свяжитесь как-то и найдите общий выход из этой ситуации. С вами был я, Андрей Шутов. До связи, друзья.